Виталий Редактор субтитров А.Семкин Корректор 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 А.Егорова которые не жалко. Хорошие? Ну, хорошо. Из Литвы, кстати. Не то чтобы они такие, знаете, супер-очень вкусные конфеты, но экзотические. Да? Так. Ну, почти. Почти. Ага. А вот за это, значит, хлопает. За мобильные... Ну, ладно, ничего страшного. Об этом я считаю. Где? Ну, я просто положу сюда две. А вы же как-то... Разберитесь. Значит так. Но сегодня речь пойдет не только о конфетах, конечно. У меня, кстати, есть стикеры, вы можете потом их забрать тоже, если хотите. Надо обсудить и посмотреть на людей. Для того, чтобы посмотреть на людей, сначала надо посмотреть, на какой планете, на какой замечательной планете мы живем. Потому что планета, на самом деле, довольно сложная. У нас всего 7,6 миллиардов человек. Это не так мало, на самом деле. Посмотрите вокруг. Это уже много. А вот 7,6 миллиардов — это очень-очень много. Из них 5,6 миллиардов — это люди, которым мы, в принципе, можем как бы дать наш продукт. Люди, которые могут, в принципе, проинсталлировать нашу аппликейшн, которую мы нарисуем, которую мы создаем на своем телефоне. Из этих 5,6 миллионов, наверное, большинство, не большинство смартфон, это у нас получается примерно 3,5 миллиарда. Это довольно хороший такой размах, хороший размер. Из них 25% этих телефонов — это Apple, 75% — это Android. Это тоже полезно знать. Во всем мире, конечно, ситуация немножко будет отличаться в России, в Европе и так далее. А вот какие они телефоны используют? Они используют вот такой замечательный телефон, который у вас сейчас в кармане, или скорее нет? Ответ однозначно нет. Потому что они используют замечательные телефоны, как, например, Moto G4. У кого-нибудь есть сейчас Moto G4? Если есть, то я вам очень сочувствую. Это не очень хороший телефон. Я бы даже сказал, это очень нехороший телефон. Я бы даже сказал, это очень плохой телефон. А у кого-нибудь есть, например, Nokia 6, или 7, или даже 8? Два, три человека. Хочется тебя обнять. Вот прямо хочется подойти и обнять. Но тебе нравится он? Нормально. Окей. А еще есть Alcatel. И вот это многие телефоны, по которым мы, честно говоря, обычно не слышим, потому что, в принципе, они как бы нехорошие Android или нехорошие iPhone. А если посмотреть, опять-таки, на эти телефоны и на качество этих телефонов, и на перформанс этих телефонов, они в среднем стоят в 10 раз меньше того же iPhone, который там 800 долларов или 1000, но зато они всего лишь в 6 раз медленнее. То есть ты платишь, в принципе, в 8-9 раз меньше, но по скорости они всего в 6 раз меньше. Поэтому для обычных людей, не таких, как мы, мы же не обычные, мы же особенные. А для обычных людей опыт такой, заходя на сайт или скачиваем аппликейшн, погружаешь через WebView, примерно обстоит вот так. Даже в таких аппликейшнх, которые довольно-таки хорошо продумали перформанс. Это ждешь и кликаешь, и пытаешься добавить что-то в корзину, и ждешь, и ждешь, и кликаешь, и кликаешь, и кликаешь, и кликаешь. И проходит в среднем 15-25 секунд, пока вообще что-то происходит. Картинка-то отображается, но кнопки нажать сложно или невозможно. Это как бы обычная ситуация. Поэтому люди особо терпеть и ждать не любят. Если они не заходят на сайт или используют ваш аппликейшн, а надо 20 секунд ждать, пока можно кнопочку нажать, то большая разница того, конечно, что они не будут использовать эту аппликейшн. Но мы-то думаем, что ну какая performance, performance. Все говорят о performance. Сеть это становится лучше, инфраструктура это становится лучше, как бы connection в целом по всем мире становится лучше. И да, на самом деле сейчас приходит 5G, я не знаю, насколько оно специально в России сейчас, но как бы он идет очень так стабильно. И 4G в среднем, если посмотреть на мир, это 50% такого, скажем, центральных мест, столиц и так далее, будут иметь уже, конечно, 4G. Но с другой стороны, можно сказать, замечательно, мир прекрасен. Но с другой стороны, мы же тоже не стоим на месте. Потому что каждый год мы используем на 140% больше трафика, чем в прошлом году. Поэтому, в принципе, интернет становится лучше, но в целом он становится хуже, потому что мы используем его больше. Это как бы тоже такая ситуация не очень хорошая. И несмотря на это, если посмотреть на мобильный рынок, неважно, на какую индустрию мы посмотрим, рекламу, шоппинг, Shopify, music revenue и так далее, и так далее, всегда мы видим так называемые transition curves. Когда в целом получается так, что люди проводят больше времени во всех этих индустриях на мобильном, чем на десктопе. А вот сколько времени они проводят с ним? В среднем около 3 часов. Вот сколько времени вы проводите с этим драгоценным, замечательным девайсом каждый день? Сколько времени вы на него смотрите? Вот сколько времени вы смотрите на своих лучших друзей? А сколько времени вы смотрите на этого лучшего друга? Вероятность большая, что на этого вы смотрите гораздо больше. Вы смотрим на него в среднем 3 часа. Это интересно, потому что если посмотреть на эти три часа, где мы, собственно, проводим это время, эти три часа? По статистике, я думаю, что многие из нас уже читали похожие статьи, 11 минут из них мы проводим в браузерах, в Safari, Chrome и так далее, а 169 минут мы проводим в Apps. Поэтому очень часто можно увидеть статьи о том, что веб сам по себе не нужен или, в принципе, про него можно забыть. Но это довольно интересно, потому что если посмотреть немножко глубже, где, собственно, люди действительно проводят это время, можно увидеть, что 96% всего времени проводят 10 Apps. И есть очень-очень маленькая мизерная вероятность, что ваша App, над которой вы сейчас работаете, одна из 10. Потому что одна из 10 — это будет Tinder, это будет Google Maps, это будет Facebook или ВКонтакте и так далее. Но наверняка, ну, конечно, если вы одна из них, то тогда это прекрасно. Но вероятность, скорее всего, что это не так. И по сравнению со всем, ваша Application, которую вы разрабатываете сейчас, находится где-то здесь. А вот по сравнению с браузером, это уже выглядит, конечно, слабее. Поэтому надо всегда видеть как бы всю picture, полную картину того, что происходит. Более того, вот сколько раз мы, собственно, берем этот телефон, достаем его из кармана и смотрим на него? Правильно, 80, потому что написано на слайде. За это можно конфетку дать, потому что кто-то умеет читать. Это же прекрасно. Конфетку я положу просто сюда. 80 раз — это довольно много. А вот сколько вы времени спите в день? Ну, кто спит, скажем, ну, максимум 5 часов в день? Написано? Нет, не написано. Ну, такие вы, да, такие. Нет, а получается, что в среднем люди спят в, ну, как бы, уважающие себя люди, скажем так, спят в среднем 8,3 часа. Ну, а Франции больше, в Южной Корее меньше. Я, честно говоря, не знаю, где находится Россия. Это значит, что каждые 12 минут нашего бытия, каждые 12 минут нашего бытия мы достаем телефон из кармана и смотрим на него. Каждые 12 минут. И более того, если посмотреть теперь глубоко, сколько времени, собственно, люди проводят каждую сессию времени? В среднем это меньше 30 секунд. Это значит, опять-таки, возвращаясь к тому, что я с самого начала сказал, если ваша апп действительно тормозит, у вас есть всего ваш глобальный бюджет на то, чтобы люди выполнили какую-то задачу, которую они хотят выполнить при помощи вашей аппликейшн. Максимум 30-40 секунд. Конечно, если у вас очень сложная вещь, например, надо, не знаю, как раз сложный формуляр, например, то люди готовы потратить больше времени. Но их ожидания — это то, что изначально они смогут сделать то, что им нужно за 30 секунд или меньше. Это довольно сложно сделать обычно. Потому что если посмотреть, опять-таки, на людей, то нам нужно, когда мы создаем интерфейсы, думать прежде всего об вот этом замечательном механизме. Это прямо эволюция, эволюция человеческого тела, человеческой руки, конечно. Потому что когда мы создаем интерфейсы, нам нужно даже каждые миллисекунды, каждые 20 миллисекунд, каждые 30 миллисекунд, когда человек случайно не попадает на кнопку, или, может быть, ему нужно дополнительное движение, чтобы попасть на кнопку. Это все действительно очень-очень важно. Потому что в целом, когда люди используют телефон, они используют его в традиционной позе, скажем так. Я сейчас ее покажу, кстати. Но в целом, это значит, что 75% всех кликов, всех тэпов, всего вот этого опыта с телефоном, всего этого тэппинга и кликинга происходит при помощи главного пальца или индекс-фингера. Я просто не знаю, как индекс-фингер. Указательного пальца. Вот! Указательного пальца. Но мы используем и правую, и левую руку. Это, конечно, большинство людей, 90% правая, как бы главная рука правая, а других левая. Но в целом, иногда у нас телефон в левой руке, на сумке в правой, да, или наоборот. Поэтому нельзя сказать, что нам нужно теперь создавать дизайн только для людей, которые, как бы, кликают на кнопки с правой рукой. И если посмотреть на замечательный этот интерфейс, на эту руку, некоторые элементы в наших замечательных интерфейсах более доступны, чем другие элементы. А где мы обычно, например, ставим нашу замечательную иконочку гамбургер? Да, навигацию. Или кнопочку меню. Вот там, или вот там, или вот там, или вот там. Скорее всего, где-то справа вверху, или слева вверху. Где она вообще обычно недоступна, особенно учитывая, что, конечно, есть эти длиннющие телефоны, которые я не знаю, как люди используют, но это отдельная тема. Так вот, если посмотреть, опять-таки, на этот феномен, люди, конечно, и кликают, собственно, с разным давлением. Поэтому мне надо сказать, и это зависит еще от того, женская рука или мужская рука. Но есть замечательная-замечательная теория о том, как люди, собственно, держат телефон. Вот смотрите, прекрасный тест на самом деле. Если у вас есть подруга или друг, партнер, можете очень хорошо провести тест ваших отношений. Вот я надеюсь, что вы живете в городе, в котором есть вода, или река, или океан, или море, или что-нибудь похожее. И как бы я надеюсь на то, что там есть мостик, чтобы перейти через эту реку. Есть что-нибудь такое? Ну, что-то такое есть. Так вот, в следующий раз, для того, чтобы протестировать, насколько ваш партнер действительно committed, перед тем, как приходить мостик вместе, а мостик должен быть маленький, знаете, такой маленький, что два человека вместе не придут, а один еле-еле. Вот как-нибудь что-то такое. Так вот, перед тем, как этот человек перейдет мост, попросите его, пожалуйста, ответить на письмо, или что-нибудь поискать, или, не знаю, что-нибудь проверить на телефоне. И смотрите внимательно, как этот человек держит этот телефон. Потому что эта информация сообщит вам очень много о том, какой этот человек. Как знаете, есть информативный тест, чтобы проверить человека. Дайте ему пойти на его сайт любимый, только поставьте в DevTools какой-нибудь троттлинг на 2G и посмотрите, как он будет реагировать на это. Это первый тест. А второй тест, посмотрите, как он держит телефон. Так вот, представьте ли эту ситуацию. Все представлены? Вот как вы держали телефон, вам нужно ответить, допустим, на письмо. Кто бы держал телефон вот так? Вам нужно потом... Посмотрите вокруг, посмотрите вокруг. Это очень важные люди будут в вашей жизни. Скоро. А как насчет, может быть, такого, например? Тоже немного. Кто бы использовал, вводил информацию таким образом? Я надеюсь, что почти никто. Мы очень редко используем телефон в landscape для того, чтобы вводить текст. Это как бы очень особенный, в хорошем смысле, этого смысла, люди. Но наверняка обычно мы будем использовать в пользу такую. Так вот, что можно сказать? Мостик-то маленький, река-то большая, телефон-то может упасть. И у вас-то телефон не дешевый, у вас же не Alcatel какой-нибудь, там за 199 долларов или что. У вас же, наверное, приличный какой-нибудь Android или iPhone. Чем интенсивнее люди заботятся о своих отношениях, тем сильнее и крепче они держат этот телефон. Так вот, если кто-то держит телефон вот так, я бы подумал, я бы наблюдал за этим человеком немножко внимательнее. Потому что, если действительно вот так держать, это самая нестабильная поза, которая так может быть. А вот эти позы, они немножко получше, потому что все-таки человек, который такой решительный, будет держать крепко, чтобы не упал. Но это может быть полушутка, а может быть и полу-нет. Это вы увидите, когда вы будете общаться с этим человеком. Но в целом, если посмотреть опять-таки на вот этот феномен, мы видим, что люди используют в принципе в основном вот эти два, вот эти две позиции. То есть они используют либо указательный палец, либо главный палец. Но, конечно, ситуация немножко меняется, потому что это зависит от того, где люди находятся и как люди смотрят на этот телефон. В целом. Более того, довольно интересно увидеть, что если посмотреть на наши иконочки, которые мы ставим в нашей интерфейсе, никто никогда в жизни не попадает в центр этой иконки. Никто. Я не знаю, конечно, как вот этот человек живет с собой. Но заметьте, что из всех этих пробандов, которые здесь были, а их было 36 человек, ни один не попал в центр этой иконки. Ну, конечно, и потому, что у нас есть наши пальцы, которые на самом деле довольно толстые обычно. Но это задает, конечно, вопрос о нам, а как нам создавать иконки, или как нам ставить иконки в наш интерфейс, так, чтобы все попадали, или, по крайней мере, большинство попадало. Ну, об этом нужно задуматься, потому что вот какой ширины у вас, вот урок по биологии прям, какой ширины у вас главный палец? Давайте посчитаем. В среднем у обычных людей, ну, вы-то программисты, поэтому не уверен, но в среднем это будет примерно около 11 миллиметров. Это значит, что если посмотреть, опять-таки, на расстановку, когда люди попадают, когда люди не попадают, можно заметить, что один из 30 тэпов на кнопку, да, в который будет примерно между 5 и 7 миллиметрами пэддинг или кнопка, да, будет, наверное, люди, как человек, не попадет. Если у вас меньше 5 миллиметров пэддинг, очень большая вредность, что из них попадут. Если у вас больше 11, то точно попадут. Да, то есть если какая-нибудь такая очень-очень важная кнопка, то лучше ее сделать чуть побольше, чем чуть поменьше. Но, грубо говоря, всегда вот этот input людей будет очень-очень неточным. И это очень нужно знать. Потому что, когда мы создаем интерфейс, нам нужно рассчитывать на то, что люди будут скроллить и кликать на экране в определенных местах. И в определенных местах они не будут кликать. Например, если посмотреть на нашу гамбургер-иконку, которую мы ставим обычно слева вверху и справа вверху. Да, если надо, люди попадут. Но если она расположена вот так на краю, то тогда она должна сама по себе быть больше, чем иконка, которая расположена в середине. Потому что мы-то, когда смотрим на телефон, мы, в принципе, словно смотрим из окна. Знаете, вот когда вы смотрите из окна, вы не смотрите прямо снизу из окна. И не то, что остановитесь на лестнице, чтобы прямо сверху посмотреть. А мы смотрим, словно, через середину, через центр окна. И, в принципе, с телефоном ситуация обстоит такая же. В основном большинство нашего внимания именно на середине этого экрана. И там именно у нас проходит тэппинг, и скроллинг, и, в принципе, все. И это очень важный элемент, потому что, если знать это, нам нужно подумать о том, что это значит для нас, как в принципе, в плане дизайна. А в плане дизайна это значит, что самый главный элемент у нас, конечно, находится в центре, контент. Тут, как бы, таких слов, спорить не о чем. Но если у вас есть какая-то важная иконка, например, add to cart, или создать аккаунт, или что-нибудь такое, то лучше ее ставить вниз, чем наверх. Потому что наверху будут, наверное, скорее всего, такие второстепенные, не такие важные элементы. Дополнительная навигация и так далее. То есть самый главный элемент, конечно, в середине. Самый второй по важности будет внизу, и третий по важности будет наверху. Но более того, есть еще одна маленькая деталь, которую нужно знать. Я думаю, что многие из вас имели замечательные беседы с замечательными дизайнерами, или маркетологами, или таким угодно, на самом деле, о том, что нам делать в этой замечательной ситуации, когда реклама, например, находится слишком далеко внизу экрана. У кого-нибудь была такая беседа? Нет, это не проблема вообще обычно. Потому что что делать, если у нас есть какой-то важный рекламный блок? Но если его никто не видит, то мы как бы не получаем ничего с этого. Вопрос заключается в том, насколько люди, собственно, готовы скроллить вниз. Если у вас там страница на 2000 километров, вот сколько они проскроллют, если им интересно? На самом деле, если им очень интересно, то они проскроллют до самого конца. Но в основном ситуация выглядит немножко иначе. Потому что люди очень редко скроллят, на десктопе, по крайней мере, на десктопе, они редко скроллят после второго экрана. То есть, допустим, у вас на десктопе появился первый экран, или первая картинка сайта, допустим, проскроллили вниз, и есть очень маленькая вероятность, что вы проскроллите еще раз. То есть люди, очень мало людей доходят до конца. А вот на мобильном ситуация гораздо хуже. Потому что если у вас сайт медленный, то люди скроллят гораздо меньше. Гораздо меньше. То есть, если посмотреть на эти два, две линии здесь, зеленая — это когда страница загружается быстро, грубо говоря, а красная — это когда страница загружается медленно, или не загрузился контент еще. Это очень удивительно, но люди начинают скроллить до того, как страница еще загрузилась. Поэтому если у вас какая-то важная кнопка, например, на самом верху, вполне вероятно, что несмотря на то, что она на самом верху, люди ее пропустят. Особенно если у вас очень медленный сайт. Поэтому если посмотреть на глубину скролла, а это довольно такая большая стадия, где было 25 миллионов страниц проанализировано, можно увидеть, что 25% людей не видят или не обращают внимания на те главные элементы, которые находятся на самом верху страницы. Но они обращают много внимания, когда вот есть переход на мобильном между первой частью экрана, которая видна, и второй. Это самый важный элемент. Поэтому, опять-таки, если посмотреть вниз экрана, на последние 20-30 пикселей, на первом скролле, это самая важная штука есть. Более того, engagement увеличивается значительно где-то в середине именно второго скролла. Поэтому те элементы, которые мы ставим на первый, на самом деле не такие важные. Гораздо важнее то, что мы ставим на второй. То есть люди скроллят очень быстро, и люди скроллят слишком рано, даже иногда до того, как собственно страница загружается. Но они скроллят, если им нужна какая-то информация, или если они понимают, почему они скроллят. Иногда они не понимают. Это типичные проблемы, которые встречаются везде. Вот каждая аппликация, которую я тестировал, всегда одна и та же проблема. Потому что если выглядит интерфейс, допустим, вот так, кажется, ну что, человек не поймет, что там еще внизу что-то есть? Допустим, у вас есть какие-то там, не знаю, карточки, и вот карточка попадает именно на самый кончик или конец экрана. Но что, он не поймет? Не поймет. Не только не поймет, а не поймет, почему вообще ничего больше нет. Вместо того, чтобы скролить, хотя некоторое большинство, конечно, не скроллят, они просто не поймут, что там еще что-то есть. И та же самая ситуация не будет повторяться вот в ситуации справа, потому что видно, что еще что-то есть внизу. Если посмотреть на тесты, на кейсы, это настолько заметно, это настолько заметно. Вот здесь кейс, где опять-таки вот слева, если посмотреть, кажется, что страница почти закончилась. Или view почти закончился. Люди не скролят дальше, потому что они думают, что уже конец. Когда они просто позаботились о том, что всегда отображалась какая-то часть следующей карточки, конверсия поднялась на 52%. Люди не скролят, когда они не знают, что им можно скролить. Но с другой стороны, они будут скролить, если очень нужно. Вот когда протестировали две версии Basecamp, одна очень маленькая, вторая в 14 раз длиннее. 14-х немало, в 14 раз длиннее. Людям было интересно смотреть на эти stories, на эти case studies, на портфолио, и в итоге конверсия поднялась. То есть нельзя сказать, что надо делать все очень-очень маленьким и коротким. Я думаю, что вот эта страта там очень-очень важна. The issue isn't whether you call the action is visible. Да, допустим, на первом скролле. The issue is whether your call to action is visible at the point when someone has become convinced to take action. Да, и это большая разница. Потому что нам просто нужно заботиться о том, что между первым и вторым скроллом было достаточно информации и достаточно очевидных кнопок, на которые люди могли бы нажимать. Но я понимаю, что это кажется довольно абстрактным. Да, какие-то там теории, какие-то кейсы. Давайте посмотрим на какие-то, собственно, patterns. Что это, собственно, значит в наших интерфейсах. И нам нужно начать, наверное, с самого такого замечательного, простого, любимого мною пэттерна. Конечно же, аккордеон. Вот кто не любит хороший аккордеон? Да, ну смотрите, просто прелесть, ну просто слов нет. Нажимаешь на кнопочку — появляется. Нажимаешь на кнопочку — исчезает. Нажимаешь на кнопочку — появляется. Нажимаешь на кнопочку — исчезает. Это кажется, ну что можно здесь неправильно сделать? Ну вот что можно сделать неправильно? Очень много. Добро пожаловать в мир аккордеонов. На этой странице собрано 153 аккордеона разных. И дроп-даун там есть, и каруселька там есть, и слайдер там есть. Но все выглядят как будто бы они такой вот аккордеон. И аккордеон имеется в виду, сначала появляется компактное представление, мы нажимаем на кнопку, появляется детальное представление. Мы нажимаем на кнопку, появляется компактное представление. И на самом деле его можно использовать, конечно, везде. Это не значит, что его нужно использовать везде. Но если вам действительно прямо хочется inspiration для аккордеонов, лучше этого примера нет вообще ни одного. Потому что есть даже элементы здесь, которые выглядят как аккордеон. Например, если посмотреть чуть ниже, здесь, да ниже, не тут, ниже. Вот тоже прекрасный аккордеон. Не работает, но все равно аккордеон. Ничего страшного, ничего страшного. А потом зайдем еще в билетики, посмотрим, может быть. Билетики, билетики, билетики. Где там билетики? Нет, нет, не тут. А, вот, да. Да, тут тоже можно все собрать, сделать как аккордеон. То есть аккордеоны, они есть везде, но они выглядят всегда по-разному. Например, здесь тоже есть один прекрасный аккордеон, но выглядит немножко иначе. Грубо говоря, это паттерн, где мы отображаем сначала компактно, потом отображаем детально. Это не должен быть обязательно плюс, или стрелочка вниз, или стрелочка налево, или направо. Это может быть в принципе все, что угодно. И очень часто мы используем в таком стандартном контексте, как, например, для карточек. Когда мы можем, если у нас есть место, можно отобразить много. Я понимаю, что я показываю здесь доступные примеры, но просто очень часто, когда мы создаем, например, hybrid apps, webview, нам нужно как-то вот кодбейс, который у нас есть, адаптировать для мобильной. Ну, вот такой пример, как бы очень-очень типичный тоже. Но иногда это может быть, например, FAQ. Иногда это может быть, например, как здесь. Иногда это может быть даже pricing plans. Но они все работают, как бы имеют свой характер, скажем так. Вот это прекрасный аккордеон. Нажимаешь, а еще кончик исчезает. Вот хочешь найти меня, находи, пытайся меня найти. Или иногда убегает от нас. Вот нажимаешь на кнопочку, она убегает. Вот зачем она убегает? Я же, может, хочу закрыть вновь, она убегает. А более того, еще иногда бывает как? Вот нажимаешь на иконочку, нажимаешь на bar, а он ничего не делает. Он как бы должен вообще-то открываться, а он и не хочет. Мол, нажимай куда надо, на иконку. Или наоборот, берешь, смотришь, хочется посмотреть, какие прекрасные материалы есть на этом сайте. Открываешь один, ну, отлично, все работает вроде. Потом думаешь, надо еще открыть, и надо еще открыть, и надо еще открыть. А тот не закрылся. В итоге у тебя получается такой большущий список, и ты не понимаешь, где, в принципе, находишься. А вот внимание, вопрос для вас. Кажется, он такой, но примитивный вопрос. Здесь вам нужно выбрать, куда, какую иконку вы поставите, и куда ее поставить. Вот куда бы вы ее поставили? Вот, допустим, у вас есть такие меню. News, opinion, sport, culture, lifestyle. Везде в них есть sub-items. Там спорт, есть баскетбол, футбол и так далее. Нажимаешь на нее, открывается. А вот куда бы вы поставили иконку? Налево, направо, или, там же есть как бы варианты, можно поставить здесь прямо налево, слева, или вот здесь справа, да, или вот здесь справа. А потом еще можно иконку выбрать. Кто бы прямо так хочется поставить плюсик? Никому не хочется ставить, никто не любит плюсики? Хорошо. Кто хочет поставить такую иконочку вниз, шеврон такой? А кто бы стрелочку поставил? Такую стрелочку, полную стрелочку. А кто бы поставил такую стрелочку, которая показывает направо? Как в iOS, так? А, несколько, несколько людей. А вот это важно или нет? А вот у меня есть целый чек-лист. В принципе, по всем. У меня, в принципе, вся моя жизнь, это сплошной чек-лист. Потому что есть столько вопросов, которые надо ответить. А что происходит? Вот что происходит? Если человек очень хочет пойти в рубрику «Спорт», кликает на «Спорт», открывается меню. Или наоборот. Когда человек, собственно, хочет, чтобы появилось меню, нажимает на «Спорт», оказывается, в категории «Спорт». Что делать? Проблема? Проблема. Более того, а что делать, если, например, непонятно, какую иконку выбрать? Положить ее налево, положить ее направо. Или более того, вопрос, который тревожит каждого дизайнера. Если уже открыта одна менюшка, а человек кликает на вторую, должна ли автоматически закрываться первая? Или нет? Такие вопросы. Их очень-очень много, на самом деле. Сложно сказать, конечно, что лучше или нет, но можно всегда пронизировать, потому что этот элемент или этот паттерн встречается в везде. Это, наверное, самый доступный в плане понимания паттерн, который можно использовать в автомобильных интерфейсах. Например, на «The Guardian» они поставили слева, но они поставили маленькую фигувину. Нажимаем на «Спорт». У нас появляется «Спорт Хоум» внутри. Это как бы, в принципе, хороший пример, так называемый «Рековери Экспериенс». Если вы хотели пойти в категорию, это линк, это ссылка, чтобы пойти в эту категорию прямо там, где она должна быть, рядом. А если вы хотели открыть это меню, то она, собственно, не открывается. То есть, в целом, это как бы решает обе проблемы. Более того, вы можете посмотреть на иконку. Вы-то подумаете, что иконка не так важна. Иконка очень важна. Вот эти все опции, они будут иметь разную конверсию. Они будут иметь разный engagement rate. Они будут иметь разное время, которое людям нужно для того, чтобы найти какой-то элемент в меню. Притом, она будет отличаться довольно сильно. На самом деле, не так важно, какая иконка. Хотя об этом мы еще поговорим. Но люди кликают на разные элементы в навигации, в зависимости от того, какую иконку вы выбрали и куда вы ее поставили. И они тратят разное количество времени, находя вот этот элемент, который им нужен. Не то, что он там 20 миллисекунд туда или 20 миллисекунд сюда. Они тратят между 3,6 до 5,3 секунды. То есть разница 2 секунды. А учитывая то, что у вас бюджет максимум на ваш таск 30 секунд, 2 секунды это очень-очень много. Так вот, в этом тесте была довольно забавная вещь, потому что все иконки, которые были размещены справа, приводили к тому, что люди кликали на иконку, а не на ссылку и не на пустое место. Довольно забавно. Более того, все результаты, все опции, где иконки находились справа, приводили к тому, что люди тратили больше времени, чтобы найти то, что им нужно. А почему? Во-первых, прежде всего, это, конечно, не значит, что нам нельзя ставить иконки справа. И совершенно другая причина. Почему? Представьте себе такую ситуацию. Есть такой бар, есть категории, есть пустое место, есть иконка. Почему люди кликают на иконку? Ну мы же научили их за столько лет существования этого дизайна, этого всего, что мы создаем, что можно кликать на весь бар. Они кликают на иконку. Что она делает? Ну она выделяется, но в принципе, если посмотреть на пример The Guardian, то в принципе категория тоже выделяется. Что? Ну они же кликают, прочитав. Я надеюсь. Что? Да, это символ действия, но есть еще другая причина. Ну да, в основном это правая рука, согласен, да. Что-то еще? Да. Вот, тебе надо пять конфет дать. Ну в следующий раз тогда. Так вот, это очень важный момент. Очень важный момент. Потому что всегда, когда ты проводишь интервью, ты видишь, что люди кликают, и кликают, и кликают только на иконку. А почему? Потому что когда были ситуации, наверняка у вас тоже такие были ситуации, нажимаешь на категорию, попадаешь на страницу категории, потом возвращаешься, чтобы вновь открыть меню. Это не то чтобы замечательный опыт такой пользовательский, да. А потом еще другая ситуация. Нажимаешь на пустое место, в котором должно быть тем, да, а ничего не происходит. Поэтому для многих из людей, с которыми я общался, получается, что нажатие на иконку это единственный так называемый save bet. Они уверены на 100%, что если нажать на иконку, что-нибудь произойдет, да. Потому что никто не хочет иметь такой опыт, который был не в прошлом, да. И причина, кстати, почему здесь в данном случае с иконками, которые расположены справа, всегда получается хуже результат, потому что эти иконки очень маленькие. Они гораздо меньше толщины нашего пальца. Поэтому люди, собственно, на них не попадают. Поэтому нужно больше времени. Потому что они тратят прежде всего время на фокусирование на этой маленькой проклятой иконке. Да. Кажется, кому это интересует? А меня интересует. Честно скажу. В принципе, большинство моего времени проводится именно за такими проблемами. А вот если я спрошу у вас. Вот прекрасный сайт. Цветной. А что произойдет здесь? Это как бы выбор продукт push. Ableton продукт продает разный DJ-софтвер. Вот что произойдет? Что вы ожидаете, что произойдет в этом интерфейсе, если нажать на плюс? Ну, давайте. Моя мама сказала, что всегда хорошо продождать 10 минут перед тем, как давать ответ. Поэтому вот кто думает, что появится какой-нибудь такой overlay, или pop-up, или lightbox, что-нибудь такое? Кто ожидает, что появится что-нибудь между push и live 9 intro? Процентов, наверное, 50. Кто ожидает добавить в корзину, например, что-нибудь такое? Тоже еще процентов 20-25. А вот кто ничего не ожидает особо? Так, уже как бы ожидали. Какое же ожидание? Воскресенье 7 часов. Я понимаю. На самом деле здесь ничего не произойдет, когда нажмешь на плюс. И на это есть хорошая причина. Потому что кто-то пришел к дизайнеру и сказал, дорогой дизайнер, вот у нас есть два продукта. У нас есть push и live 9 intro. И мы хотим продавать за bundle price за 1900, что-то там, да, австралийские доллары. Нарисуй, пожалуйста. А что, дизайнер не сможет? Сможет. Но вот самое плохое решение, которое только может быть, это выбрать для того, чтобы создавать иллюзию того, что это bundle, выбрать знак плюс. Потому что плюс – это самый-самый сложный знак, который только можно использовать сейчас. Потому что у него есть слишком много значений. Вот эти все значения, которые я перечислил, они у него есть. И будет процентов 80 людей, которые не поймут, что это просто bundle. И здесь самое простое, очевидное, что можно было бы сделать и заменить знак плюс на слово плюс. Было бы гораздо проще. Потому что люди постоянно кликают на эту икону, находят на этой странице, кликают и кликают, как бешеные. Но потому что мы научили их, научили мы же виноваты, а не они. А вот что здесь? Вот тоже есть плюс. Нет, здесь только что значит. Ну, тут как бы два варианта только есть. Либо добавить в корзину, либо увеличить изображение. На самом деле, это именно изображение есть. Здесь проблем особенно обычно нет, потому что это живет как бы в контексте этой картинки. А вот что здесь происходит? У нас есть вот эта иконочка внизу. Вот что произойдет, если нажать на эту замечательную кнопочку? Это… О, откроет панель управления. Это интересный вариант. Может быть. Нет, на самом деле, ты просто будешь проскорролен середину страницы, но нельзя вернуться назад. То есть нельзя просто нажать на кнопку и вернуться назад. То есть, если есть скроллинг, где тебя проскорроливают вниз, то вместо такого шеврона, который используется обычно прежде всего на аккордеонах, лучше использовать настоящую стрелку, показывать настоящую стрелку. Потому что люди будут думать, что это будет дропдаун. И процентов 20 думают, что это будет дропдаун. Если посмотреть на мой замечательный чек-лист, если отвечать на все эти вопросы, в принципе, на самом деле, не так важно использовать шеврон или плюс. Но прежде всего, наверное, самое важное – это то, что направление, куда он указывает шеврон. Аккордеон совпадает с тем, что, собственно, произойдет. Это было очень довольно неприятно, скажем так, со стороны Apple использовать в iOS иконочку, которая показывает направо, просто чтобы создавать иллюзию того, что есть аккордеон. Потому что у лей появляется очень много проблем с этим. Конечно, понятно, что если есть шеврон, который показывает вниз, он будет показывать вверх на открытие, плюс может поменяться на минус или на закрытие. Можно ставить слева, можно ставить справа. Конечно, весь бар будет открывать аккордеон. И, в принципе, конечно, есть еще вопрос, открывать или закрывать ли эти поля автоматически. Если у вас довольно мало их, то скорее да, чем нет. Потому что если их очень много, люди обычно хотят иметь такое чувство контроля, что они сами решают, что они сами не могут решить, что им открывать, а что нет. Не надо за меня закрывать. Вот они когда не открывают три, а там в каждом из них по восемь полей или по восемь рубрик, они сразу теряют ориентацию. Поэтому иногда, если у вас действительно очень много айтемс в каждом меню, тогда лучше закрывать автоматически. Но это только первый шаг, потому что есть еще другие замечательные элементы, например, гамбургер. Кто не любит гамбургер? Не такой, не такой. Другой гамбургер. Замечательный гамбургер, к которому мы уже привыкли за столько-столько лет. Вот такой. И на самом деле везде. Есть три горизонтальные линии, или точечки, кебаб, навигация, гамбургер. Я не знаю, как там люди их называют. Но они везде. И была довольно долгая дискуссия, нужно ли нам иметь эту иконку, или, может быть, стоит заменить на кнопку, которая называется меню. И на самом деле, действительно, эта иконка довольно присоединяется везде, хотя есть очень интересные и разнообразные варианты этой иконки, в зависимости от того, какой язык хотите поддерживать. А вот изучали ли вы когда-нибудь людей, которые на вот этом замечательном телефоне ходили и пытались кликнуть на эту иконку? И происходило не то, что они ожидали. Вот это, в принципе, на это я подразил примерно шесть тяжелых недель в моей жизни. Так вот, представьте такую замечательную ситуацию. Как бы обычный интерфейс, справа поиск, а слева эта иконка. Вот вы видите какие-нибудь проблемы здесь, в этом интерфейсе? Или все так, как оно должно быть? Ну да, угрессия появляется. Я просто скажу, что примерно с четырьмя из двенадцати людей, которыми я проводил тест этого меню, я не работал, они просто... Я беру какой-то сайт и провожу тест, потому что я уверен, что там что-то не так. Четыре из двенадцати человек имели очень негативные эмоции к Star Wars спустя 30 секунд интеракции с этим интерфейсом. Ну, не совсем, не совсем. Это были очень прагматические причины. Вот видите, что-нибудь... Есть что-нибудь плохое или ужасное, или совершенно нехорошее в этом интерфейсе? Да, вот именно так. Ну, я не знаю, кому... Надо всем вам конфеты отдать. На самом деле проблема большая заключается в том, что человек нажимает на эту иконку. И на самом деле, когда мы проводим тесты, мы записываем вот эти сессионы, и потом очень медленно просматриваем их. И здесь была постоянная одна и третья ситуация. В зависимости от того, какой палец, а у нас он 11 мм в основном, по ширине, люди кликают на эту иконку, потом по привычке они кликают вновь, чтобы закрыть меню, а попадают куда? Нет, они попадают в логин или sign up. То есть из того, какой у них телефон. И людям казалось, хотя как бы просто потому, что когда они нажимают, они же не видят током, они просто ожидают, что закроется это меню. А они появляются в другом состоянии, если в sign up area или login area. Поэтому у них были очень-очень негативные эмоции, хотя в принципе кажется, ничего такого особенного уж. Но как можно это сделать легче? Просто каждый раз, когда мы открываем меню, кнопка, чтобы ее закрыть, должна быть на абсолютно том же месте. То есть это выглядит, например, ну как бы это очень очевидно, но очень много интерфейсов мобильных не делают так. Это большая проблема. Потому что одно дело, конечно, люди, которые постоянно используют ваш интерфейс, они уже привыкнут. Но люди, которые заходят в первый раз, они не поймут, почему не произошло то, что они хотели. Это зависит опять-таки от ожиданий людей и от того, какой у них опыт был до этого. И поэтому есть несколько интересных трюков. Один из трюков, например, спустите иконочку вниз чуть-чуть. Помните, мы говорили про то, куда легче попадать, а куда не очень. Так вместо того, чтобы эту иконку ставить в самый крайний левый край или самый крайний правый край, опустите ее немножко и поместите лого справа. Так будет лучше для руки, удобнее для руки. И поэтому, опять-таки, для руки многие интерфейсы сейчас выглядят примерно так, где у нас есть дополнительная тэпба внизу. Это может быть и в e-commerce, и в других вещах. Более того, многие элементы вдруг ни с того ни с сего оказываются внизу. Например, на WNB, карты и фильтры, вот эта кнопочка, которая появляется там внизу, флотинг, она появляется на мобильном, и так действительно гораздо удобнее, чем нажимать на фильтр в самом правом верху. Более того, кнопки, как, например, Next, или Add to Cart, или любые важные элементы, которые действительно имеют центральную позицию в интерфейсе, должны быть скорее внизу, а не наверху. И многие кейсы подтверждают это. Если посмотреть, опять-таки, на изменения, когда люди переходили с левого верхнего края или с правого верхнего края вниз, обычно и конверсия, и engagement увеличивается. Поэтому, если посмотреть даже в Maps, и на Google Maps, и на Apple Maps, это поле для ввода данных, или даже Uber, или там, не знаю, да что угодно, находится скорее чуть ближе внизу, а не на самом верху экрана. И поэтому многие дизайнеры действительно начинают создавать интерфейсы, используя вот этот паттерн, как двигается рука, как, что она делает. Создавая действительно интерфейс, где главные центральные элементы в области доступности находятся. Поэтому, например, довольно неудивительно видеть такого рода интерфейсы. Это весь экран, AIDA — это медицинская апп, которая позволяет следить за тем, как вы принимаете рецептами, принятие антибиотиков и так далее. И да, она должна быть доступной. А что может быть доступнее, чем разместить иконку туда, где, собственно, палец этот находится? Поэтому эта иконка находится справа внизу, логотип находится слева внизу, а первая половина пустая. Зачем ее заполнять, если все равно она недоступна? Изначально для руки. И опять-таки, если говорить на интеракцию, на interaction design, да, все происходит в правом, в правом нижнем углу. Не в верхнем правом углу, а в правом нижнем углу. Конечно, это выглядит немножко странно. Если, допустим, особенно у вас такой большой телефон, а первая половина, грубо говоря, пустая, это как-то выглядит немножко странно, но опять-таки, в их случае это сработало довольно хорошо. Да? И можно видеть довольно много элементов такого рода в разных контекстах. Да? А еще, конечно, довольно забавная вещь, это что делать с нашим старым другом, который встречается везде? Карусель. Вот карусель, придуманная в Apple в 1996 году, по-моему, до сих пор тревожит нас и наши мысли, и наши чувства. А на самом деле ничего плохого в ней нет. Посмотрите на замечательную карусель. Ну, мило ведь, красиво. Но почему же мы превращаем это в замечательный паттерн в нечто ужасное? Я не знаю, почему в основном карусели выглядит именно вот так. Стрелочка налево, стрелочка направо, точечки между ними. Это очень непонятный, ну, как бы это паттерн понятный для пользователей, но непонятно, что скрывается за каждой точкой. Вот зачем мне, как человеку разумному, более-менее, да? Вот зачем мне нажимать на эту стрелку на этом сайте? Или на точку? Ну, как бы зачем? Почему? Какая причина для нажатия на эту точечку? Я вижу много точек в мире, мне обязательно нажимать на каждую. И опять-таки, engagement здесь, конечно, очень-очень низкий. И я решил, что так не должно быть. И когда я был в Турции, это был замечательный день. У меня как бы был, я всегда, когда я в новой стране или в новом городе, я выбрал какую-то тему и вперед в путь. И я решил, а почему бы мне не посмотреть на замечательные турецкие карусели? Ну, я думаю, у каждого из вас была такая идея в какой-то момент. И я нашел сайт, который я никогда не забуду. Я очень рад поделиться им с вами. Здесь всего 12 каруселей, но, ну, как бы, просто посмотрите на эту прелесть сначала, да? Но они не используют точечки. Нетушки. Они креативно используют цифры. Много цифр. Много-много-много-много цифр. У них есть и традиционный слайдер, да? И еще одна горизонтальная карусель. И еще одна вертикальная. А потом еще такой обычный классический, ну, так, чтобы, знаете, так, поиздеваться над старым old school карусель. Вот. И, а вы думаете, что что-то изменится на мобильном? А вы сильно ошибаетесь. Точки были, точки есть. Почему бы и нет? Все выглядит прекрасно. Мне кажется, что каждый сайт в Турции выглядит как-то похоже. Знаете, но они никогда, никогда не используют точечки. А почему мы тогда используем? Ну, что мы? Хуже, чем они? Ну, честное слово. Ну, посмотрите, вот прекрасные, прекрасные. Ну, их очень много на самом деле. И вот это как бы компактный идеальный пример. Вертикально, горизонтально, с кончиками, слайдер, да все, что нужно на одном экране. Просто идеально. Идеально слов нет. Ну, это, конечно, да, но как бы надо же делать получше. Я плакал, когда увидел вот эту карусель. Вот плакал, честно скажу. Не от счастья, я должен сказать. Вот это карусель, да, а это единственная возможность, я увеличу ее на всякий случай, единственная возможность контролировать движение этой карусели. Надо нажать на кнопочку, на точечку, чтобы перейти на следующую картинку. Автоматически она не скролит, да, и прямо хотелось плакать. И поэтому дизайнеры, конечно, такие, у дизайнеров же есть как бы мнение обычно, да, поэтому, да, поэтому они создают сайты, такие пассивно-агрессивные сайты, типа такого, shouldiuseacarousel.com. Нет, но как карусель, да, как бы довольно, довольно романтично в какой-то степени. А потом, как бы этот сайт, в принципе, использует данные из разных кейсов. Если посмотреть на кейсы, вот, собственно, сколько людей такого, ну, как бы доходит до того, что им нужно нажать на эту точку, и кто и нажимает на эту точку, идут на вторую, третью, четвертую, просматривают вторую, третью, четвертую. Если посмотреть на тесты, это выглядит вот так. Первая картинка видят почти все, кроме тех людей, которые врут, да, то есть примерно 85% людей видят первую картинку, вторая, третья позиция, четвертая, пятая позиция, ну, в Турции там 30 позиций, да, но у нас-то 5 обычные или 6. Вторая, третья, четвертая, примерно 2-3%. Как-то странно, да, если посмотреть на, собственно, как это, ну, как-то непонятно, да, с одной стороны, одна вещь и сна, но люди как-то не очень используют карусель, да, то есть, как бы это довольно очевидно. Но есть еще второй момент, который очень важен. Это как со скроллингом. Вот у нас есть такое чувство иногда. Прямо вот заходишь на сайт, на котором еще не был ни разу, да, так, ну, надо же как-то посмотреть, да, сначала мы начинаем скроллить вниз, чтобы примерно получить представление о том, какого размера сайт, потом возвращаемся наверх, нажимаем на иконочку Гамбурга, да, чтобы примерно посмотреть, что есть в навигации, и потом, собственно, начинаем, вот так садимся и начинаем следовать этот сайт. Здесь ситуация очень похожая, потому что люди, если, грубо говоря, если человек смотрит вторую картинку, то это очень, очень вероятно, что он просмотрит все. Потому что если кто-то уже начинает идти по карусели, то все. Это как уже начать смотреть плохой фильм, надо досмотреть до конца. Вот такие люди, да. Поэтому если вы каким-то образом, это очень важный момент, если вы каким-то образом сможете заставить или как бы смотивировать, скажем так, человека нажать на вторую или посмотреть вторую картинку, гораздо с того, что он просмотрит больше, чем просто там одну или две, очень-очень велика. На этом у меня есть маленький чек-лист, но это как бы отдельная история. Вы все равно получите эти слайды. Но обычно ситуация выглядит немножко иначе. Вот в e-commerce проектах, на которых я работал, ситуация будет выглядеть примерно так. Допустим, если посмотреть на booking.com, booking.com там 40-50 картинок на каждую гостиницу. Не потому что они глупые и не знают, что делать, но потому что люди просматривают эти картинки, потому что это очень важная компонента, визуальная компонента, которая нужна для того, чтобы решить, взять эту гостиницу или взять номер этой гостиницы или нет. Но, конечно же, чем больше мы посмотрели уже, тем меньше мы посмотрим остальные. То есть, в принципе, можно рассчитывать на то, что первые 2-3 картинки люди будут видеть, ну, если, опять-таки, это как бы подходит в контексте вашего app, но остальные, скорее всего, нет. То есть, можно на что рассчитывать, то, что действительно первые 3-4, если люди заинтересованы и будут скролить дальше. Наша главная цель заставить, чтобы они скролили дальше. А как это можно сделать? Этими точечками это не сделаешь. Если вам нужен какой-то visual impact, используйте полностью весь экран страницы. Не обязательно карусель должна быть в квадрате, где ты можешь налево или направо двигаться. Используйте весь экран. Может быть, это так будет лучше. Добавьте labels, чтобы было понятно, что, собственно, отдельные точки значат. Они просто какие-то точки. Объясните, что они получат от каждого этого сегмента. Потому что, грубо говоря, это просто сегмент информации, который вы хотите предоставить. Может быть, даже используйте какой-то такой визуальный элемент. Например, здесь, когда продаются различные постеры или roll-ups. Если вы увидите просто размер этого roll-ups, это как бы не обязательно многое, о чем он скажет. Но если вы видите это в контексте, вот именно, допустим, living room, можете представить, да, почему бы нет, я могу проскроить разные продукты, может, какой-то из них мне подойдет лучше. И самый лучший вариант, наверное, это заменить каждую эту глупую точку на что-то более конкретное. На текст, на какую-то картинку, на какую-то иллюстрацию, как, например, делает Amazon. А на мобильном это будет выглядеть гораздо проще. Вместо того, чтобы использовать карусель, либо покажите все эти вещи, либо делайте вид, что там что-то есть. Это вполне достаточно. Эти точки обычно скорее будут игнорироваться, чем наоборот. Такая анимация может помочь в данном контексте тоже. Она может работать лучше. Или просто, опять-таки, покажите то, что у вас есть. Потому что, конечно, вариант, который справа будет работать лучше. Если что-то спрятать, то не стоит жаловаться на то, что люди это не видят. А еще одна прекрасная вещь, которой каждый из вас сталкивался, наверное, это онбординг. Вот люди такие замечательные скачивают апп и никогда ее не используют. Как-то печально, да? Мы так старались, создаем такие замечательные иллюстрации или картинки, или анимации. Ну, посмотрите на это чудо. Ну, прелесть ведь. Правда? Как-то постарался, объяснил, нажимаешь туда, потом произойдет это, потом будет этот шаг, потом будет этот шаг. Как бы все выглядит замечательно и круто. А что люди хотят увидеть, когда они видят такую вот анимацию? Прежде всего. Самый главный фичер, который они требуют, это skip. Пропустить. А почему? Обидно же. Дизайнер старался там 6 дней, рисовал, они хотят пропустить. А почему они хотят пропустить? Потому что они хотят получить результат этого, как бы, как бы работы этой апп, а не просто эту апп. И несмотря на все эти визуальные элементы, которые мы создаем, они никому не нужны, они постоянно игнорируются. Поэтому если у вас есть онбординг, подумайте, как лучше сделать этот онбординг, потому что есть некоторые примеры, как это можно сделать лучше. Например, самое странное, что можно сделать, это показать иконку, а потом показать лейбл к ней, который объясняет эту иконку. Может, вместо того, чтобы использовать эту иконку, лучше использовать текст. Ну, конечно, если у вас много языков, то это будет немножко сложнее. Но зачем же, если есть эта иконка, специально еще показывать, что можно сделать с ней? Это не обязательно нужно. Или, как бы, более того, это игнорируется. Или та же самая история как-нибудь tooltips. Человек в процессе занимается, разрезает картинку или видео, и тут такой tooltip, ага, а у нас новая фича для тебя. Посмотри на это замечательное. Клик, и закрывается сразу же. Потому что в этот момент его совершенно не интересует. И более того, если мы посмотрим, опять-таки, на вот это время, на все эти apps, а их очень много, сколько людей, собственно, используют apps, сколько людей, собственно, инсталируют apps. Вот примерно одна треть всех apps, которые инсталированы на телефоне, не используются никогда. используются, две трети не используются никогда. Это, в принципе, очень-очень типично. И более того, если кто-то не использовал вашу app регулярно за протяжении первых двух-трех дней или первой недели после инсталляции, можно про этого пользователя забыть. Так вот, прекрасные кейсы. Если вы уберете онбординг вообще, или такие, типа, информационные пэнелы, которые объясняют, насколько прекрасен ваш продукт, конверсия может подняться, successful agents может подняться. Более того, вместо того, чтобы добавлять такие элементы, которые очень-очень жаждут прямо внимания, делать их гораздо более спокойными. Назовываемые just-in-time tips. Если у человека, допустим, загружает, а я понял, появляется экран, и там, в принципе, все пустое, дайте ему маленький хинт, один хинт, что нужно сделать, чтобы продолжить свой путь. Или просто смотрите, как часто человек использует application, и создавайте, добавляйте такие tips. Упс. Назад. Добавляйте такие tips, что ты можешь сделать так, или ты можешь сделать так, для того, чтобы улучшить свой experience. Вы будете работать гораздо лучше, чем огромные onboarding screens, которые обычно люди игнорируют. А вот если я спрошу, как пользователь какой-нибудь app, на какой из этих информационных дисплеев, скажем так, вы бы обратили больше внимания? На тот, который слева, не на тот, который справа. А почему справа? Он же такой скучный. Да, потому что здесь это выглядит как будто notifications. Никто не любит notifications, на самом деле. Особенно, когда они появляются в тот момент, когда они не нужны. В то время как справа, это более contextual. Оно просто подходит. Если посмотреть, опять-таки, на кейсы, это довольно забавно. Лиза Даддингтон из Keep It Usable, которая разрабатывала агентство, которое разрабатывает много разных apps, она сказала, что они видят в своих тестах постоянно так называемый overlay avoidance. Как только появляется overlay, это как словно инстинкт у людей. Вот раньше они взяли, тигр появился, там, убежал, или убить, а сейчас появится поп-ап убить. Вот точно так же. Потому что никто не любит поп-апы. We see overlay avoidance consistently in the research we conducted mobile users, especially when people are task-focused. Then when they do come to use a new function, they can't find the help and don't recall seeing the help previously. Потому что если ты ее закрыл уже, конечно, ты ее не можешь открыть вновь. Та же самая история на Facebook. People very often instinctively dismiss tooltips, on occasion, even accidentally. By the time they realize the message might have been useful, it's already gone and there is no way to recover it. А вот еще один кейс, прекрасный кейс. Red Laser сделали красивую, хорошую кнопку. Ну что, дизайнеры не могут? Конечно, умеют. Хорошую, такую яркую, сочную кнопку. Прямо хочется на нее нажимать. А люди не кликают. Почему не кликают? У Мейда у вас скан-баттон huge and different color from the rest and it uses entirely ignored it. И причина на это, потому что они считают, что это премиум фичер. Потому что обычно мы научились уже показывать важные, супер такие, дорогущие вещи, как будто они того стоят. А люди это гнорируют. Что они сделали? Заменили эту замечательную кнопку на такую кнопку, все вернулось на свои места. Опять-таки, чем более такой subtle и спокойный дизайн в этом контексте, особенно в плане онбординга, тем в целом будет и лучше. Та же самая история с Instagram, которые так старались изначально, но так старались эту кнопочку выделить, а потом в итоге сказали, а, фиг с ним. И опять-таки, если посмотреть на вот эти все три опции, у нас есть overlay, самая худшая штука может быть, tooltip, игнорируется мигом, люди даже не читают то, что там написано, сразу же нажимают на эту икону, на кнопку got it. Гораздо лучше именно такой интегрированный UI в этом контексте. так, так, окей, так, сейчас, минуточку, ну, я тут могу рассказывать очень-очень много, просто еще одна вещь, которая очень интересная, я думаю, это, мне буквально понадобится на три минуты больше, чем нужно было бы, это карты, я люблю карты, вот, очень люблю карты, но с ними так сложно на мобиль, ну, так сложно, печально, но даже речь не идет ни о каких-то специальных картах, о визуальных элементах, вот я люблю футбол, кто-нибудь любит футбол? Ну, понятно, не так много, как-то печально, честно говоря, ну, ладно, так вот, на сайтах футбольных есть классическая проблема, проблема заключается в том, что есть называемый таймлайн, который нужно показать, допустим, у вас бывает, может быть, два типа, ну, так, три типа игр, средняя, более-менее скучная, но не очень скучная, и происходит, может быть, 50-60 раз, разных вещей, там, желтая карточка, красная карточка, угловой, и так далее, или очень скучная игра, 0-0, один угловой, и вообще ничего не происходит, да, или очень активная игра, где, может быть, там, за 90 минут проходит, не знаю, 150 разных events, их всех надо как-то толком отобразить на мобиле, вот это очень сложно, вот как бы вот такой прекрасный интерфейс, который перед вами, где можно нажимать, или мышкой кликнуть на каждый из этих charts и bars, получить дополнительную информацию, как бы его уместили на мобильный, кто бы сказал, да ну его, почему это, он очень важный может быть, он прекрасен на самом деле, люди хотят получить главную как бы картину о том, что происходило в этой игре, а как бы это вы уместили, ну вы же креативные разработчики, а, идеи есть, это хорошо, что? да, ну вертикально, ну что вы, ну честное слово, посмотрите на эту страницу, если поместить еще эту таймлайн вертикально, она же 2 километра будет, а люди не скроллят туда, мы же знаем, ну есть, есть вариант, есть вариант, да, но в целом, например, если у вас есть действительно такой продукт, и опять-таки, я просто, очень важно подчеркнуть, что это не просто там одна таймлайн, и больше ничего нет, обычно вокруг еще куча всего другого, что тоже нужно было бы показать, да, есть два варианта, конечно, самое простое, это просто повернуть, но это не очень удобно для пользователя, потому что опять-таки ты не видишь полную картину, удобнее было бы, например, заменить его на нечто другое, например, вот мы думаем, что есть горизонтальные решения, и есть вертикальные решения, а что если не горизонтальные, не вертикальные, что если сделать из этого круг, да, каждые 15 минут был бы сегмент, как квадрант, если нажимаешь на него, можно получить больше информации о том, что произошло за эти 15 минут, и каждые 15 минут могут иметь какой-то цвет, допустим, да, или какие-то иконки на вот этом полушарии, тогда можно на них нажимать, тогда это можно, в принципе, конечно, нельзя полностью поместить всю эту информацию, но большую часть этой информации можно поместить. Просто используя нечто наподобие пэттерна, как вот этого замечательного аккордеона, где мы нажимаем на какой-то зигзаг, тогда появляется больше информации об этом. Или можно сделать вообще прекрасно. Я прошелся, наверное, по каждому футбольному сайту на планете. Вот это прекрасный сайт, потому что вместо того, чтобы показывать этот таймлайн, они делают анимацию, когда двигаются люди, как гифку. Или даже не гиф, по-моему. Ну, это как бы все время можно смотреть футбол бесплатно таким образом. Но это как бы не то, чтобы одно и то же, но работает идеально на мобильном. Если кого-то время есть, то тогда, ну да, можно посмотреть. Но таких проблем на самом деле много, разных, потому что это как бы только один пример. Другой пример, как сделано было довольно-довольно круто, это сайт, посвященный Романовым, где нужно показать дерево, семейное дерево. Как вот это все добро уместить на мобильном телефоне? Ну что, мы не знаем, ну как бы это дерево, правильно? А кто знаком с деревом, с Java Uploads, с тех времен, что мы не можем? Мы можем. В принципе, идея именно такая. Здесь, кстати, ТАСС, грубо говоря, вообще сам по себе делает очень много классных вещей. Но вместо того, чтобы вот эту вещь уместить, можно просто показать дерево. Это, в принципе, другой view, конечно, но, в принципе, информация, которую мы отображаем, имеет такой же размах. И это довольно неплохо. И довольно круто. Но и, конечно, если речь заходит, собственно, о картах, такого рода, уместить информацию компактно на мобильном очень сложно. И особенно это проявляется на сайтах, например, выборов. Например, здесь, когда есть очень много регионов, есть очень много разных областей в регионах. И, в принципе, действительно, очень сложно даже уже на десктопе. Я понимаю, что это опять десктопный пример, но просто на мобильном еще хуже. На мобильном вообще ничего не видно. Нажимать на каждый из этих регионов очень-очень сложно. На мобильном это еще сложнее, потому что, грубо говоря, они ничего не делают, кроме как просто сузить весь этот экран, сузить весь этот контент. Так как обсходится с картами? Картами, конечно, можно, мы что, мы не знаем? Zoom in, zoom out. Но проблема-то в чем? Если посмотреть на тесты, опять-таки. Когда мы нажимаем на zoom in, мы где происходит, собственно, зум? В центре этой карты. А что, если человеку нужно куда-нибудь там слева? Или налево-вниз? Или куда-то на юг? И нам приходится тратить очень-очень много времени, чтобы добиться вот этого результата, который им нужен. И выбрать область, которая для них важна. Как это можно лучше сделать? Есть два классических варианта. Карту саму по себе можно трансформировать, что-то более, скажем так, удобное. Например, здесь есть карта, но есть и картограмма, которая более оптимизирована для мобильного. И тогда можно гораздо удобнее, скажем, грубо говоря, нажимать на все эти квадратики. Или можно действительно трансформировать какое-то представление, которое у нас есть. Допустим, вот это, как называется, ну, как бы это разбитие в парламенте, например. Можно просто как-то отображать немножко иначе. Это не то же самое, да. Но, в принципе, оно имеет очень схожую структуру. В том плане, что она коммуницирует информацию, которая должна быть, которую мы хотим отображать. Или же можно просто изменить view. Географическая корректность — это одна вещь, но другая вещь — это, опять-таки, делать вещи более удобными на мобильном. Такие картограммы, они гораздо удобнее на мобильном, потому что, опять-таки, 11 миллиметров — это очень важно. И их можно встретить везде. Но вот в Америке всегда есть такая странная, нехорошая привычка. Я всегда хожу по американским сайтам и смотрю, а куда они поместят в этот раз Аляску? А куда? Куда? Ну, и почему-то она оказывается чудесным образом всегда рядом с Гавайи. Вот прямо там. Потому что какая разница, Аляска, Гавайи — все на юге. А, ну да, не на юге, правильно. А вот в Германии — нет. В Германии все будет правильно. Тоже мне. Аляска будет там, где она должна быть. Просто используется другой шейп, другая форма. Конечно, такая форма побольше. Она не корректна в плане географии, но она более удобна на мобильном. Или даже можно делать такие трюки. Сейчас у нас проект с Европейским парламентом, выбор в следующем году, поэтому я очень много занимаюсь этими такими вещами. Есть классическая большая проблема, которая встречается каждый раз. Это проблема для замечательного государства Мальты. Мальта вот такая. Но они очень любят жаловаться, что они не могут дойти до своей информации быстро. Поэтому что можно сделать? А давайте сделаем Мальту в четыре раза больше. Да? Ну кто заметит? Заметили. Ну это так, к слову. А вот если посмотреть на такой классический пример, когда есть действительно обычная карта. Это сайт kremlin.ru. Я был очень впечатлен. Ну как бы я сейчас не хочу, это политика и так далее. Но я был очень впечатлен работой, которую я сделала студия Артемия Гейера, где было очень много интересных решений. Как, например, зачем нужно заставлять человека идти и искать, и кликать, и зумить вот именно ту точку, которая ему нужна. Если можно сказать, ну кликнул куда-нибудь, давайте посмотрим в радиусе 50 пикселей от клика, что может быть этот человек имел в виду, и покажем список, опции, и тогда человек может сам выбрать. Да? И этот пример можно использовать везде. Я его видел только на сайте kremlin.ru. Довольно простое решение, но очень-очень хорошее. И еще одно другое решение, которое можно сделать, это просто предсказывать что-то другое. Например, адаптивные картинки, где мы загружаем, собственно, карту, адаптивная карта, где мы загружаем карту только если у нас есть место, чтобы отобрать карту, а изображаем что-нибудь другое. Просто картинку на маленьких экранах. И эта проблема встречается везде. И можно встретить даже на таких вещах, как, например, shopping mall map. Или, опять-таки, с турниры. Да все что угодно. Или даже вот такие вещи, когда у нас есть, допустим, shopping mall, и мы хотим дать доступ к магазинам, которые есть на каждом уровне. В принципе, это такая же проблема, которую можно решить при помощи замечательного кардиона. Потому что можно нажать на иконку, сначала выбрать, собственно, уровень, который мы хотим, и только потом отображать всю детальность каждого уровня, а не наоборот. И всегда, даже какого бы размаха проблемы не были, одна вещь работает практически всегда. Например, такой монстр, где у вас каждое поле, каждый сегмент имеет какое-то представление, отображает билеты на этот сектор. Идея заключается в том, что вы можете, например, провести мышкой на него, делать тэп, увидеть, сколько там билетов, например. И это выглядит тогда примерно так. И потом вы можете войти глубже, и тогда выбрать, собственно, ряд, в котором вы хотите сидеть. И потом выбрать место, в котором вы хотите сидеть. И посмотреть, как оно будет выглядеть с этой точки, с этого сидения. Самое простое, что можно сделать всегда, это разбить всю карту на 4 или 6, от 4 до 16 разных квадратов, и чтобы они были доступны для клика. То есть можно нажать на один из них, увеличится, конечно, именно этот квадрат. И обычно это не делается вообще. Это самое простое, что можно сделать. О, у меня тут столько всего еще, но да ладно. Так, сейчас просколю вниз. Минуточку. Да. Просто, чтобы пока завершить, потому что у меня еще есть конфеты, и стикеры, и вообще. Summary. В принципе, мы обсудили довольно много вещей. Самое важное, наверное, что можно сделать, это заботиться о том, чтобы наши интерфейсы действительно работали хорошо с вот этим замечательным механизмом. Никогда не спрятать ничего важного, если у вас есть какой-то важный элемент, кнопка, поиск и так далее, всегда отображайте его. Мы должны быть в состоянии закрывать и открывать меню на том же точке, куда мы кликаем первый раз. В аккордеонах можно использовать главную категорию внутри, когда это решает сразу эту классическую проблему с категорией. Можно использовать шеврон или плюс. В каруселях лучше всего заменить точки на нечто более полезное, как ключевые слова. Если у нас есть онбординг, убрать онбординг, такой классический в плане просто панели, которые люди свайпают, это хорошая идея, по крайней мере, протестировать. Использовать прежде всего empty states, как бы начальные ситуации, когда человек просто открывает app и еще ничего нет. У нас, в принципе, есть в основном максимум 30 секунд, чтобы дать человеку возможность сделать что-либо. И мы можем еще, кроме того, нормализировать карты, чтобы они были более удобны. Если вы не знаете, что делать, или ваш дизайнер не знает, что делать, попробуйте просто аккордеон. Аккордеон работает практически всегда, они меня никогда не подвозили. Но вот это все такие вещи, которые из моего тестирования и так далее. На самом деле, я просто хочу показать два очень коротких видео. Очень коротких, ну честно, очень коротких. Нет, даже одно. Стоп, одно. Про историю моей жизни. Очень короткое. Потому что не важно, что ты делаешь, не важно, какие там иконочки и так далее, все равно идеально не будет никогда. Вот это я знаю наверняка. Поэтому добро пожаловать в мой мир, в котором я анализирую это положение иконок шесть недель или больше. Добро пожаловать в мой мир. Наверное, ваш мир тоже. Добро пожаловать в мой мир. Добро пожаловать в мой мир. Как-то немного печально, но да ладно. Спасибо большое, я провал в студию за заниматься. И если печально, то у меня есть коты, коты и всем мяу. Спасибо, у меня есть стикеры и конфеты. Так что... Все. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok